На телеканале Омск ТВ новости смотрите сегодня. Везде и повсюду в России систему QR-кодов могут утвердить на законодательном уровне. Больше денег на гранты, о чем говорят омичи на публичных слушаниях по бюджету. Маски не спасают, чем Омск дышал в октябре. Безопасность детей да в частные руки. Кому омские депутаты готовы доверить охрану школ и детских садов? QR-коды в России хотят ввести на законодательном уровне. При этом систему могут распространить на магазины, аптеки и общественный транспорт. Как сообщает РБК, власти уже подготовили два соответствующих законопроекта. Первый предусматривает внесение поправок в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. По информации издания, до 1 февраля вместо QR-кодов можно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. Однако срок его действия, как правило, ограничен всего три дня. Позже это будет разрешено только тем, кто получил медотвод. Уточняется, что перечень объектов, где будут требовать QR-коды, определят главы регионов с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации. При этом оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в России подтвердил разработку инициативы о введении обязательной проверки QR-кодов в транспорте, также для посещения кафе и магазинов. По данным СМИ, такая мера в случае принятия будет действовать до июня 2022 года. Второй разработанный правительством законопроект вносит изменения в воздушный кодекс и устав железнодорожного транспорта. В соответствии с ними на междугородных и международных рейсах должны быть введены обязательные QR-коды о прививке, о перенесенном заболевании или справка с медотводом. Проверка кодов будет проводиться при продаже билетов. Введение системы QR-кодов в самолетах сократит пассажиропоток ровно наполовину. Инициатива Федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом о введении коронавирусных пропусков в самолетах и поездах уже прокомментировали представители российских авиакомпаний и федеральным СМИ. По их мнению, за нововведение трафик на внутренних авиалиниях может сократиться на 50%. При этом не исключается и возникновение заведений системы QR-кодов серьезных транспортных сбоев. По словам авиаперевозчиков, в гражданской авиации все строго. Если код не будет сканироваться здесь и сейчас, то пассажира на самолет не пустят. Речь идет о сбоях, которые россияне наблюдали за последнюю неделю уже два раза на портале госуслуг. Впрочем, технически, говорят перевозчики, авиакомпании к нововведениям готовы. В Омском аэропорту от комментариев о том, какие последствия может повлечь система QR-кодов при посадке на самолет пока воздерживаются, но обещают прояснить ситуацию уже на следующей неделе. Владельцам липовых сертификатов о вакцинации грозит не только уголовное наказание. Они могут стать жертвами мошенников. На теневых форумах и в телеграм-каналах выставили на продажу базу данных россиян, которые предположительно приобретали поддельные справки о вакцинации и результаты ПЦР-тестов. По сведениям коммерсантов, в самой большой базе содержатся персональные данные более 500 тысяч россиян. А стоимость информации об одном человеке составляет около 30-40 рублей. В выставленных на продажу базах содержатся паспортные данные, СНИЛС, номера телефонов, адреса мест жительства, а также информация о датах получения сертификатов. Эксперты уже заявили, что граждане, попавшие в подобные нелегальные базы, легко могут стать жертвами спамеров и мошенников. Последние могут использовать данные россиян для их же шантажа. Самое главное, за покупку поддельных справок о вакцинации россияне могут стать фигурантами уголовного дела и даже сесть в тюрьму. Ответственность за подделку изготовления или оборот поддельных документов предусмотрена статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это подделка изготовления или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печати или бланков. Уголовные санкции тут могут быть применены не только к должностным лицам, которые подделывают сертификаты вакцинации или QR-коды сертификата вакцинации, но и к гражданам, которые покупают и используют их. За подделку и сбыт в отдельных документах предусмотрено максимальное наказание до двух лет лишения свободы, а за приобретение и хранение такого документа до одного года лишения свободы. Сегодня, наверное, очень ответственное мероприятие. В Омском городском совете публичное слушание по проекту бюджета. Решается, сколько и на что уйдет денег в 2022 и плановом периоде последующих годов. Программа начинается с выступлений. Первый спикер и у директора Департамента финансов и контроля мэрии Омска Ольга Илютикова рассказывает о самом проекте бюджета, главном документе. Общий объем доходов на 2022 год с учетом межбюджетных трансфертов из областного бюджета составляет 22 млрд 576 млн, в том числе собственные средства в сумме 12 млрд 373 млн. Расходы на 2022 год запланированы в сумме 23 млрд 768 млн, в том числе за счет собственных средств 13 млрд 565 млн. Дефицит 2022 года прогнозируется в объеме 1 млрд 192 млн. рублей. Дефицит бюджета профильные чиновники объясняют различными факторами, главный из которых влияние пандемии коронавируса. Его директора Департамента городской экономической политики мэрии Михаил Щелконогов представил прогноз социально-экономического развития Омска. Рассказал, удается ли вернуться к допандемийным показателям. В целом за год наблюдалась стабилизация ситуации и рост стратегических сегментов экономики. В промышленном производстве индекс фактического оборота в промышленном производстве составил 100,5% в 2019 году. В инвестиционной сфере в сопоставимых ценах инвестиции в основной капитал составили 113,5% в 2019 году. В меньшей степени восстановительные процессы затронули рынок товаров и услуг. Отдельное внимание на публичных слушаниях уделили адресной инвестиционной программе. На 2022 год предусмотрено более 500 миллионов рублей. А за весь трехлетний период запланированы строительство и реконструкция, 7 автодорог, 2 транспортных развязок, 18 линий наружного освещения, 3 многоэтажных домов, 8 коммунальных объектов, 2 кладбищ, 13 детсадов и 3 школ. На инвестиции в 2022 году будет направлено практически 7% от дохода бюджета. Объем финансирования адресной программы на трехлетний период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 42%. Более 60% объема финансирования приходится на строительство в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Первый зам директора департамента городского хозяйства Мариоомска Михаил Горчаков рассказал о планах в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Благоустроить хотят 89 общественных территорий. В следующем году еще планируется дополнительно благоустроить так называемые территории малых зон рекреации. Это территории, находящиеся вблизи так жилых застроек, многоквартирных домов. Участниками публичных слушаний были не только члены городского парламента, но также депутаты областного заксобрания, представители министерств, мэрии, профильных ведомств, члены общественных организаций и, главное, неравнодушные жители Омска. Одна из них – Ольга Мазалова. Я занимаюсь адаптивной физической культурой с детками с ограниченными возможностями здоровья. Провожу для них физкультурные занятия. Поддержка очень хорошая, очень важна для предпринимателя, потому что вот эта виброплатформа, то есть она очень маленькая, она стоит 340 тысяч. Хотелось бы, чтобы сумма грантовской поддержки была немного выше. Каждый по предварительной регистрации имел право выступить. Ольга Мазалова открыто заявила о потребностях социального бизнеса. Предлагаю, что, может быть, включить в бюджет повышение суммы грантовской поддержки для предпринимателей. Этот вопрос среди омичей стал наиболее актуальным. Его затронули двое выступающих. Ирина Черепанова – начинающий предприниматель. Занимается печатью на граните и фарфоре. За время подготовки проекта и защиты, и получения средств непосредственно на счет, цены выросли и продолжают расти по сей день. И изначальные мои затраты на оборудование пришлось перераспределить в пользу более бюджетного, потому что попросту не хватило средств на печатное оборудование более большого формата. В связи с этим хочу порекомендовать, конечно, увеличить бюджет гранта. 11 ноября состоялось заседание Комитета Омского горсовета по вопросам экономического развития. На нем, по просьбе депутата Виталия Путинцева, уже рассмотрели возможность увеличения грантовой поддержки. Уже есть понимание, каким образом и примерно на какие цифры это можно поднять, эти расходы. Активные горожане также затронули бытовые темы – капремонт и благоустройство. После всех выступлений профильные чиновники и депутаты ответили на вопросы. Все участники процесса обсудили проект бюджета. Выслушаны доклады по различным направлениям. Это по собственному бюджету, по адресной инвестиционной программе, по экономическому развитию. Приняло участие более 60 человек. Важные вопросы от жителей города Омска, касающиеся благоустройства, касающиеся ремонта многоквартирных домов. Эти вопросы уже были рассмотрены на комитетах, которые недавно буквально прошли. Депутаты вновь рассмотрят волнующие темы на очередных заседаниях профильных комитетов. Все вопросы необходимо проработать до пленарного заседания Омского горсовета, на котором окончательно примут проект бюджета до 2024 года. Проверки позади. Заключение положительное. Омск получил паспорт готовности к отопительному сезону. Комиссия Сибирского управления Ростехнадзора высоко оценила техническую готовность города к предстоящей зиме. Тепловые узлы и внутридомовые коммуникации на всех объектах, а их более 6 тысяч, в полном порядке, отмечают специалисты. Омск получил паспорт вовремя. Согласно приказу Минэнерго, город должен подготовиться к холодам и пройти все проверки до 15 ноября. Мэри сообщают, перебоев с теплом в жилых домах и других городских объектах не будет. Межотопительный сезон рабочие привели в порядок 64 теплоисточника и более 4 тысяч километров коммуникаций. В октябре мечи вновь дышали не только воздухом. Посты наблюдения зафиксировали повышенную концентрацию сероводорода и взвешенных частиц. Специалисты Убертышского УГМС подвели итоги месяца. Результат почти 3 октября из-за неблагоприятных метеоусловий в Омской атмосфере были зафиксированы превышения ПДК вредных примесей. Районом с самым грязным воздухом в прошлом месяце стал Центральный округ. Однако в документе отмечается, что уровень загрязнения был всего лишь повышенный. Высокого или экстремально высокого уровня стационарные посты наблюдения не зафиксировали. Что касается состояния поверхностных вод, в октябре была отобрана 61 проба. По результатам исследований обнаружена превышенная концентрация магния, сульфатов, нескольких видов азота, соединений железа, марганца, фенолов и нефтепродуктов. Количество ДТП в Омске снизилось почти на 20%. Как сообщают в департаменте транспорта мэрии Омска, за 10 месяцев 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020, количество ДТП в городе снизилось на 18%. Число жертв аварий на 32%, а количество пострадавших на 19%. В ведомстве отмечают, что на 82% уменьшилось количество опрокидываний авто, на 49% снизилось число наездов на велосипедистов и на 33% наездов на стоящие транспортные средства. Количество столкновений машин уменьшилось на 14%. Также изменилась и статистика наездов на пешеходов. Сбивать их стали меньше на 20%. При этом в лучшую сторону изменились и последствия таких происшествий. На 47% стало меньше погибших, а пострадавших на 18%. Впрочем, на умских трассах положительной динамики в статистике поваренности не наблюдается. Только за прошедшие сутки произошло два смертельных ДТП на трассе Омск-Тюмень в районе Тюкалинского района. Водитель большегруза ночью ехал по ремонтируемому участку и попал в вырытую яму, не заметив знаки. Мужчина погиб на месте. Второе ДТП произошло в Муромцевском районе, где мотоциклист также упал в яму, выкопанную на региональной автодороге. В результате водитель скончался. Проверку этого инцидента уже начала прокуратура. Как позже сообщили в Минстрое, яму на дороге выкопали в Неплановом для оборудования водоперепускной трубы. Как следует из той информации, которая прозвучала, насколько мы понимаем, что кнопка тревожная есть везде, уже вопрос остается лишь в том, кто ее нажмет в случае чего. Ответ на вопросы ищут депутаты Омского городского совета. На повестке комитета по социальным вопросам тема, которая вызывает бурные обсуждения в зале заседаний. Безопасность в городских школах и детских садах. Как поясняют в департаменте образования, на данный момент в городе существует более 400 таких объектов. Выяснилось, что лишь половина из них располагают системой видеонаблюдения. Остальные сторожат вслепую. Как поясняет директор Депобра Лариса Ефимова, финансирование на эти цели предусмотрено. Однако денег хватает лишь на установку 10 камер в год. Темпы нужно форсировать, уверены народные избранники. В противном случае наводить безопасный порядок в образовательных учреждениях придется десятилетиями. Вы в этом году сделали 10, на следующий год 10 делаете. То есть у нас получается 10 лет сейчас уйдет хотя бы доделать эти 105 учреждений, которые без видеонаблюдений. 10 лет мы ждать, естественно, как бы не можем. Депутаты просят профильный департамент предоставить пояснительную записку и указать, в каких школах и садах нет нужного оборудования. Чтобы понимать, куда в первую очередь направить деньги из бюджета. В департаменте образования уверяют, все не так уж и плохо. Например, тревожная кнопка есть во всех учреждениях. Народных избранников волнует другой вопрос, кто ее нажмет в случае ЧП. Лицензированный охранник есть только в 59 учреждениях. Кстати, услуги частных агентств оплачивают родители из своего кармана. Депутаты отмечают, безопасность детей необходимо обеспечить на государственном уровне. Будем инициировать обращение на вышестоящие уровни о том, чтобы в это 10.06 постановление правительства добавить норматив обеспечения физической охраны образовательных учреждений. Если этого удастся добиться, то, соответственно, мы сможем претендовать на финансирование из федерального бюджета. Одно дело не пустить Петьку, хулигана, в школу. Ну, это и баба Маша справится. Другое дело противостоять в конкретной боевой ситуации. Чтобы в школах и детских садах появились охранники, потребуется немало времени. Собрать необходимые документы, подготовить обращение на вышестоящие уровни, а затем дождаться одобрения и внесения поправок. А вот сделать безопасными дворы и спортивные площадки вполне под силу самому городу. Без обращения на федеральный уровень. Речь идет о хоккейных коробках, которые уже начали готовить к зиме. Укреплять основания для будущего льда, реставрировать борта. В планах у Департамента молодежной политики, физкультуры и спорта оборудовать для катания на коньках 152 площадки. Из них находятся на территориях общеобразовательных учреждений города Омска. 93 на придомовых территориях. На 20 лед будет залит силами бюджетного учреждения города Омска управления дорожного хозяйства и благоустройства. Также будет подготовлен лед на 14 катках. Однако не все из них находятся на балансе муниципалитета и вовремя ремонтируются. Существуют и бесхозные объекты, которые буквально засыпают снегом. Депутаты просят подготовить полный список таких площадок, чтобы привести их в порядок. В той ситуации, сложной ситуации пандемии, когда массовые мероприятия у нас на сегодняшний день, особенно в общеобразовательных организациях, запрещены до 1 января 2024 года, мы прекрасно понимаем, что нашим деткам нужно будет все равно выходить на улицу, душать свежим воздухом, заниматься спортом. И в этой ситуации очень и очень важны и нужны эти площадки. Очень хотелось бы, чтобы не только муниципальные площадки, но и те, которые сегодня на придомовой территории оформлены, чтобы и они были залиты, чтобы они были освещены. Все инициативы поддержаны народными избранниками и приняты к рассмотрению. По запросу депутатского корпуса профильные департаменты сформируют необходимые документы. А депутаты горсовета обещают не откладывать социальные проблемы в долгий ящик и рассмотреть вопросы на заседании других профильных комитетов. 13 ноября в субботу отмечается Всемирный День Доброты. В этот день принято помогать людям совершать добрые поступки, дарить что-то незнакомцам и делиться с ближним. Омский городской центр социальной поддержки населения не остался в стороне. Ежегодно здесь проводят акции, приуроченные к этому празднику. В канун Дня Доброты омичи, попавшие в сложную жизненную ситуацию, смогли бесплатно получить одежду и обувь. Акция проходит в двух центрах социальной поддержки – на проспекте Мира и на улице Богдана Хмельницкого. Любой мог взять до 10 единиц одежды и обуви для себя и своих близких. Необходимо было только предъявить паспорт. Кроссовки взял, брюки теплые, резинка. У меня после микроинсульта рука плохо слушается. И четыре рубашки. Сестра говорит, помощь малоимущим и погорельцам. Вот сюда привела и все, я вот два года хожу. Только за последние 10 месяцев за помощью в центр обратились почти 13 тысяч мячей. Многодетные семьи, пенсионеры, погорельцы, граждане, потерявшие доход. Здесь готовы помочь не только одеждой, но и продуктами или, например, консультацией специалиста. Все, что для этого нужно – предоставить пакет документов, который подтверждает сложную жизненную ситуацию. 30 ноября сотрудники центра проведут еще одну акцию «Щедрый вторник». Для этого будут задействованы три площадки города – Сытная площадь, торговые центры «Каскад» и «Фестиваль». Здесь будут собирать продукты для погорельцев. Как отмечают сотрудники центра, амичи очень отзывчивы и многие готовы помочь. Например, в прошлую акцию удалось собрать более двух тонн продуктов.